всем добрый вечер с вами команда мечты арман и наши еженедельные рубрики почему атоме наши мастера продаж и выше делятся своей историей и своими причинами почему стоит выбирать доме если вы новичок если вы еще сомневаетесь это отличные обучающие ролики для вас сегодня наш гость очаровательная елена елена югай бриллианты у мастера томи они с супругом эдуардом строят этот бизнес и делают это очень ярко показывает всем пример как надо быстро достигать рангов как строить команду и сегодня у нас большая радость и я очень благодарна елене за то что она выступит сегодня для нас и расскажет свои причины почему они с супругом выбирают атоме елена слово спасибо большое мека за такое представление еще раз всем добрый вечер я рада приветствовать каждого партнера компонентами и еще раз хочу сказать поблагодарить вас всех тех кто пришел на мой эфир и пришел поддержать меня ну тема моего выступления почему я в атоме расскажу немножко историю расскажу вам сегодня много себе но занимаемся как сказала мига мы этим бизнесом своим супругом эдуардом чуть больше года 5 сентября 2020 года мы зарегистрировали с компаниатами во втором 16 по 30 ноября 2020 года мы вышли впервые на ранг мастера продаж и начиная уже с декабря по сентябре с декабря прошлого года по сентября 2021 года мы подтвердили ранг мастера продаж уже на 11 раз то есть недавно мы стали получили статус автосейлс мастера для нас это конечно большая победа большая такая я горжусь этим результатом с период 16 по 31 июля мы вышли на ранг бриллиантов мастера но на самом деле если так рассуждать со стороны может это выглядеть так легко и просто на самом деле это не так уж легко и не так уж и просто это конечно является результатом большого труда и большого желания откровенно говоря для этого все равно у вас должно быть желание у вас должна стоять цель расскажу немножко о том как мы познакомились компания атоме все знакомство наше произошло еще далеком 2019 году и когда я впервые получила предложение заниматься именно бизнесом атоме мой мой ответ был категорично нет какие аргументы тогда я приводила так же как и многие из вас наверное это не мое у меня нет времени я этим заниматься не буду я продавать не умею но так как регистрация бесплатно ни к чему не обязывает свои данные отдала меня зарегистрировали и на протяжении года вот знаете даже наверное как будто бы из принципа какого-то я ни разу не заглянула свой кабинет я не открыла каталог я не читала информацию в одной из групп куда меня добавили просто вот как из какого-то даже принципе мне вот я иногда себя вспоминаю без интереса я вообще вот просто игнорила всю эту информацию связанную с атоме ну и в 2020 году наш аккаунт благополучно аннулировался когда мы второй раз уже уж узнали о компании атоме вернее услышали такое предложение мы уже по-другому отнеслись к этому предложению вернее если откровенно говоря по-другому отнесел отнесся мой муж мой супруг эдуард почему это произошло во первых мы уже на тот период пережили локдаун пережили пандемию это во время которой в одночасье закрыли все наши торговые точки в какой-то момент мы просто остались без существования как многие другие за этот период а и тогда конечно вот у меня лично моей голове он не проходили такие мысли я все должны за что дальше будет как мы будем жить как мы будем и очень много обязательств каких-то определенных многих много потребностей так далее и все тогда это было в общем то в таком каком-то подвешенном состоянии думаю что многим это чувство знаком потому что многие наши стране во всем мире переживали такие моменты и мой супруг он уже более тщательно стал изучать маркетинг план и мы опять-таки приняли вернее он принял решение нас заняться все-таки заинтересовался бизнесом атоме стал более изучать более подробно маркетинг план тогда тоже опять-таки сказала хорошо занимайся смотри изучай только меня не трогай мне некогда у меня другие дела и так далее даже на тот момент в общем-то мое отношение но не сильно так честно говоря поменялось эдуард стал тщательно изучать этот маркетинг план и скажу вообще честно откровенно пришли в атоме мы на бизнес на тот момент мы не знали о продукции компании атоме ничего первым нашим заказом это был химохим почитали про химохим решили его заказать для того чтобы просто познал начать знакомство с продукцией компании атоме вы знаете для меня стало большим открытием и очень приятным таким сюрпризом именно качество продукции компании атоме насколько она высокого качества да нам не понравилось и из постепенно мы в нашей семье стали заменять продукты повседневного потребления именно на продукции компании атоме и все больше и больше она занимает место в нашей жизни я смогу с чистой совестью предлагать эту продукцию своим знакомым и близким и даже мало знакомым или иногда даже абсолютно незнакомым людям и рассказывать с чистой совестью о продукции атоме мне она очень понравилась знаете нашей семье мы никогда не принимали бады бады витамины то есть у нас не было даже такой статьи расходов нашим семейным бюджета как бад сейчас она появилась знаете и это тоже является одной из причин почему я в атоме для того чтобы иметь возможность на постоянной основе при это использовать хима хим и витамин c и другую продукцию компании атоме я и работаю еще для этого потому что для себя я уже прекрасно поняла что без этой продукции нам не обойтись она просто необходимо если вы сталкиваетесь таким возражением кого-то из своих знакомых что наша продукция дорогая он не может себе ее позволить предложите ему заработать работает компании атоме чтобы иметь возможность потреблять потреблять эту необходимую продукцию она просто необходима хотя бы даже для здоровья для себя я вывела такую формулу на сегодняшний день потребляя продукцию компании атоме вы повышаете качество своей жизни за счет потребления качественной продукции и при этом экономите деньги этому и это моя полная уверенность ну и да для меня очень важно что мне не стыдно рассказывать о нашей продукции всем своим знакомым и незнакомым людям так почему же я все таки в атоме да если задать такой вопрос давайте я расскажу вам немножко себе о своей жизни во первых я 18 лет проработала в найме по профессии я экономист я про 17 лет проработала главным бухгалтером крупной строительной компании которая городе козелорда наша компания занималась государственными проектами различным строительством и так далее вы знаете работа в найме но в частности именно в моей профессии в моей должности это постоянный стресс это постоянные проверки это контроль это знаете невозможность выйти на больничный это очень часто работа без отпуска и если вот бывало государство выделяло нам например три дня выходных то наши компании я в том числе отдыхал один день это все время вот эта переработка это большой большой такой труд и нагрузка такая большая честно говоря это отсутствие свободы тоже 14 половиной лет мы супругом занимаемся традиционным бизнесом и вы знаете если традиционный бизнес для кого-то со стороны покажется тоже что это прибыль что это свобода что это независимость то я могу вас уверить что это не совсем так традиционный бизнес это тоже те же стрессы тем более в наше в нестабильное время это девальвация это проблемы с кадрами и много много других проблем это ответственность перед государством который ложится на ваши плечи и не всегда это прибыль очень часто это бывают убытки и очень много достаточно больших проблем 2013 года моя жизнь она протекала всегда в поездках то есть очень много езжу по стране по казахстану знаете и я даже как-то гордилась тем что даже не кто что гордился я часто говорил с гордостью я наверное буду работать до 70 лет ну так как считала что мое здоровье позволяет это да возможно позволяет но после знакомства с атоме я поняла почему я должна работать до 70 лет в общем то да как таковой с бизнес атоме и даже когда мы выйдем на ранг бриллиант империал мастеров имею и будем иметь доходы 50 до 100 тысяч долларов сша его невозможно отжать как это часто бывает в крупном бизнесе традиционном бизнесе бизнес атоме это финансовая независимость это возможность жить любой точке мира где ей доступна доступ доступна доставка продукции компании атоме хоть при том причем что я очень люблю казахстан я обожаю алмату да и я не собираюсь никуда уезжать но моя одна из моих одна из моих мечт это путешествие и вот работа в компании атоме она позволяет нам иметь возможность путешествовать по всему миру и работать с любой точки мира разве это не круто это тоже меня очень прощает бизнес атоме также передается по наследству четыре поколения для вашим потомкам и я так думаю что наши внуки и правнуки они будут благодарностью вспоминать о том что мы наследство им оставили такой бизнес однажды я находилась на выступлении и не помню это было какое-то обучение выступал мы вышестоящий спонсор владимиран и он рассказывал как также как раз о том что бизнес атоме передается по наследству и рядом находился мой внук он это слушал и говорит а вы мне оставите в наследство ваш бизнес мы тогда так смеялись и я говорил о том что к тому времени ты сам заработаешь в атоме и тебе не нужно будет ждать наследства знаете нашему младшему сыну всего 12 лет я его достаточно поздно родила и до этого я все время переживала о том что успели я поднять его на ноги успеем мы вывести то есть все сделать для него того что потому что по возрасту я вот насчет этого переживала сколько лет мне придется работать сейчас бизнес атоме я не переживаю что я чего-то не успею что я не успею ему что-то дать то есть у меня появилась уверенность завтрашний мне и меня это вот это именно цель она меня то есть очень тоже хорошо стимулирует как-то не так давно у нас состоялся разговор с одной своей знакомой мы с ней ровесники да и я тогда посчитала о чем нашел разговор об атоме и вот нет дописи осталось всего 11 лет до например я так проанализировал в свою жизнь на сегодняшний день работу саму все вот эти обстоятельства я вот подумал о том что значит не все 11 лет я должна работать в своем традиционном бизнесе и в общем то с каждым годом ничего не поменяется в моей жизни будут все время проблемы с кадрами проблемы с помещениями там с продажами с посещаемостью ну так далее все что те проблемы которые меня преследуют в общем то изо дня в день изо дня в день я каждый раз решаю какие-то определенные такие проблемы и через 11 лет что изменится ничего то наступит пенсионный возраст я просто пойду на пенсию то пенсии которую у нас выплачивается у нас в государстве вы знаете на нее прожить хорошо нельзя то есть либо я буду на своей пенсии считать копейки либо я должна что делать продолжать работать до тех пор пока мне позволит мое здоровье до тех пор пока у меня будут сил и я тогда подумала а жить когда я буду вот интересно если я буду все время работать а потом уже все и же а какой интерес уже тогда и не интересно будет не путешествие поехать ним где-то что-то это уже будут совсем другие радости в того возрасте я поняла что я так не хочу а в атоме я понимаю что проработав усиленно пять лет мы пусть даже те же 10 лет для того чтобы выйти на самый высокий ран чтобы получить стабильный пассивный доход чтобы больше просто не думать о завтрашнем дне я знаю что моя жизнь круто поменяется благодаря именно идеальности маркетика компании благодаря именно справедливому распределению прибыли я могу просто этого не бояться и я понимаю что все усилия они просто-напросто мои усилия на сегодняшний день который мы прилагаем вместе с моим супругом они окупятся наша жизнь она уже сейчас достаточно круто меняется хотя мы в бизнесе всего 12 лет и почему мы так торопимся может быть также секретом нашего результата на сегодняшний день является то что мы достаточно зрелом возрасте начали этот бизнес и у нас в общем-то не так уж много времени поэтому мы торопимся быстрее 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 достичь успеха компанияками и достичь высокого ранга а чем моложе вы если здесь присутствуют люди молодого поколения я вообще очень даже завидую потому что у вас впереди вся жизнь у вас много времени у вас есть возможность сказать пожинать плоды своего труда наслаждаться результатом построенного бизнеса ватами очень долго и у каждого срок конечно скорости и сроки у всех разные возможности тоже всех разности разные но я знаю что любой человек который начнет заниматься этим будет заниматься конкретно будет идти к своей цели он обязательно ее достигну скажу откровенно у нас тоже бывают моменты но у меня лично бывает это до моменты когда от усталости или от каких-то неудач потому что мы постоянно так же как и все сталкиваемся с отказами нам также отказывает как и всем кто-то сдувается кто-то просто изначально не хочет за нами идти кто-то просто не доверяет есть даже определенные есть люди с которыми мы практически перестали общаться потому что они уже сами просто избегая встреч с нами да и общение потому что они наверное думают о том что мы будем говорить об этом я это замечаю я не скажу что все наши близкие но есть определенная категория людей которые в общем-то как-то оказалось для меня лично потерянными да и бывают моменты когда просто опускаются руки на самом деле но что лично мнение позволяет опустить руки на это мои партнеры это моя команда это партнеры которые в свое время пошли за мной которые поверили мне и вместе с нами они строят этот бизнес на это я им очень благодарна и у каждого из нас у нас должно быть чувство вот этой ответственности за тех людей которых вы пригласили бизнес атоме которые пошли за вами это должно быть тоже стимулом для нас идти до конца поэтому я хочу поблагодарить свою команду всех тех присутствует здесь присутствующих своих партнеров за то что в свое время они доверились не доверились нам что они пошли за нами и результат нашего бизнеса тут тот ранг который мы получили и это команда которая у нас сейчас есть это вот то есть это результат общих усилий не только наш я благодарна своим партнерам компания атоме каждый может стать успешным я то я так считаю я знаю что не каждый из нас будет успешно успешным будет только тот кто не будет опускать руки и будет идти до конца под конец своего выступления в общем то я хотела бы каждому из вас дать хороший дать такой совет все 12 месяцев но не все на 12 месяцев это где-то 11 месяцев я постоянно обучаюсь я рекомендую каждому из вас учиться 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 и учиться честно говоря да за время работы компании атоме я научилась многом я получила новые навыки из о которых я даже не подозревала год назад я даже не думала о том что я буду этим заниматься это благодаря организованным обучение наших спонсоров Владимире Мике Хигай Стэле Хигай я кстати хочу поблагодарить наших спонсоров и вообще вы знаете в свое время у нас было осознанно вот такой выбор спонсоров это мой супруг он изучал много видео роликов ютюбе прослушал много выступлений Владимира Хигай он все это изучал да и выбор наших спонсоров он был осознанный мы осознанно выбрали спонсоров и мой супруг он списался с Владимиром и попросился к нему в команду команду Арман и вы знаете я очень благодарна судьбе что мы попали именно в эту команду это на самом деле команда Арман это команда мечты и результат нашего бизнеса на сегодняшний день тоже как бы вам сказать это благодаря нашим спонсорам я для себя давно поняла что имея таких спонсоров успех нам просто гарантирован и я рекомендую вам постоянно принимать участие во всех зумах во всех встречах в каких-то различных семинарах обучающих благо их очень много в нашей структуре в нашей команде их очень много ими только надо пользоваться смотрите информацию в ютюбе в соц сетях постоянно обучайтесь ведь нет такого человека который родился бы со всеми навыками которые он сейчас имеет каждый говорит я участвовал я это не умею мне говорят я это не умею я это не знаю я говорю разве я родилась зная умея это я тоже так же где-то методом тыка где-то пройдя какое-то обучение многим вещам которых я в общем то год назад еще абсолютно не умела делать я это сейчас делаю было бы желание вот воспользуйтесь у нас очень крутая команда где очень на высоком уровне поставлен обучение поэтому я рекомендую вам постоянно обучайтесь и развивайтесь и когда человек мне говорит ой у меня уже возраст мне уже поздно я только не мне это говорить я уже человек достаточно зрелого возраста я перерасошагнула рубеж пятидесятилетия да и все равно я продолжаю постоянно обучаться все равно я двигаюсь вперед и считаю что нет ничего невозможного было бы желание знаете еще что бы я хотела сказать под конец вообще когда я впервые и послушала маркетинг план у меня математический склад ума и я его в общем то сразу поняла мне не было сложно абсолютно не было никакой сложности в понимании маркетинг плана но все таки на тот момент я не зажглась я не включилась я сопротивлялась я отбрыкивалась как могла честно говоря мне просто я все понимала что да можно достичь успеха вот если у меня супруг он прям спокойно сон потерял эдуард он только думал об этом как это оказывается можно сделать да это так круто у него все горело то я оставалась достаточно с холодным таким умом и не хотела этим заниматься а что мне мешало на тот момент если честно сказать это было просто лень вот тупо тупо лень я все это понимала но это же что то надо делать я знаю что многие из вас многие из нас они тоже находятся в таком состоянии который понимает все умом но лень вот это вот все преодолевать я желаю вам как и я в свое время преодолеть эту лень преодолеть эту лень вытащить себя из зоны комфорта начать вот это действие и вас обязательно все получится поэтому под конец я хочу вам сказать всем в завершении своего выступления желаю вам всем удачи всем стойкости успехов самое главное вы должны помнить что двигаясь вперед шаг за шагом движение за движением у вас будет обязательно гарантирован успех и даже когда человек вот я тот человек который сказал нет 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 это я вот я говорила нет 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 никогда нет нет я не буду нет это не мое я не хочу нет 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 и сама себе иногда удивляясь оказывается я в атоме очень активно этим занимаюсь и для меня этот бизнес он стал во главе угла для меня то есть это очень важно первоначально я всегда людям говорю об атоме понимаете для меня настолько это важно просто сделайте первый шаг первые движения и потом потихоньку потихоньку это колесо оно будет раскручиваться оно будет набирать обороты и постепенно оно наберет такие обороты что когда вы просто не сможете остановиться это колесо не остановится вы будете просто двигаться вперед к успеху желаю всем удачи спасибо спасибо большое Елена вы так четко на полчаса сделали классную презентацию видно что вы такой человек организованный видите четкость тут очень много поддержки в чате мне особенно понравился коммент вы выглядите шикарно Гири Мусина написала скажите свой секрет чем вы пользуетесь косметика косметика компания вы знаете в компании я наконец-то нашла ту косметику которая бы меня удовлетворила не потому что я работаю в компании здесь всегда можно было бы схитрить да и рассказывать всем об атоме а пользоваться другой косметикой но вот столько лет я искала пользовалась различной и люксовой и очень дорогой и не очень дорогой и различных других сетевых компаний знаете да и корейской и французской в общем чего бы только не пробовала я не получала удовлетворение я не получала того результата который я хотела бы получить из компании я на самом деле нашла ту продукцию которая мне подходит которая мне нравится дает мне результат на постоянной основе использую четырехэтапку и абсолюция локти благодаря микки мы сейчас я сейчас принимаю участие в ютимарафоне большое спасибо это вообще шикарная возможность а после этого еще больше и больше влюбляясь влюбляясь в продукцию компании я хочу сказать что есть люди которые пришли за мной к нашей компании именно за изменения в моей внешности в моем лице мне это очень приятно значит на самом деле эта продукция качественно работает так Рахан Далютаев пишет вы красивая пара два прекрасных лебедя от Томи спасибо большое Рахан очень приятно слушать такие слова да вы знаете если у кого-то из супругов не подключен не включился еще в этот бизнес да я рекомендую постепенно постепенно втягивать свои половинки как бы я не отбрыгивалась я помню мне Эдуард отсовывал наушник в ухо чтобы я слушала там маркетинг или что-то чьё-то выступление я уже не помню я засыпала от усталости он меня будил и говорил ты почему спишь давай слушай и в общем-то если бы не его настойчивость может быть все было бы не так но когда семья занимается вместе слаженно и движемся в одном направлении это конечно ускоряет успех поэтому если ваши дорогие половинки еще не с вами постепенно постепенно их привлекаете втягиваете Башин пишет все бумужья так загорались как ваш муж это точно да а есть советы как привлечь во вторую половинку вы знаете ну у нас как получилось так я тут семье больше чаще езжу я в командировке и Эдуард у меня просто просьбы то есть давал такие задания просил ну ты же едешь там же есть люди новые ты им просто расскажи об Атоме чтобы рассказать об Атоме мне нужно было изучить маркетинг план я ну хорошо я правда меня заставил но я слушала маркетинг план вот и это чтобы иметь представление о нем я ждала что-то людям говорить и потом я один раз поехала по моему это была Астана там нескольким людям рассказала потом я поехала в Восточный Казахстан я тоже там нескольким людям рассказала и так далее вот такое произошло знакомство а так как этим людям я рассказала об этом бизнесе потом у них начиная возникали вопросы они обращались ко мне и уже тут включилась моя ответственность но я так думаю если человек поверил раз я ему об этом сказал я ему сделал предложение он его принял как же я ему теперь могу сказать вы ко мне не обращайтесь я этим не занимаюсь то есть уже чувство ответственности оно не позволило мне делать и вот такие маленькие задания маленькие поручения вот потихоньку потихоньку я была просто вовлечена в этот бизнес и сейчас уже это просто мое дело все наверное ну я так думаю что просите о помощи какой-то там рассказать рассказать передать пригласить попросите своей половинки пригласить своих знакомых там да и попросить о чем-нибудь просто передать какую-то информацию и человек он будет просто потихоньку вовлечен не надо делать это насильно постепенно как знаете вода камень точит тихоньку потихоньку они тоже тянутся я знаете вспомнила пока вы рассказывали как мне написал Эдуард Владимир зарегистрировал написал Эдуард и сказал насчет заказа что хочет заказать хима химу я ему отправлял и он написал так же а так же моя жена едет в Астану ну и как раз покажет там хима химы уже планы у него были на вас а я такая думаю вау она едет в Астану там расскажет партнерам да там будет что-то типа мастер-класс она и я так решила тоже пробничком положить побольше каталога для меня это было такое удивление вот только что-то первый заказ и уже едете ну рассказывать это прям было такое ну я была так счастлива расскажите пожалуйста вот ваша фишка мне кажется вашей команды с Эдуардом то что вы вот легкие на подъем вы только stories посмотрю вы уже в другом городе как вам это удается ну откровенно говоря я занимаюсь традиционным бизнесом у нас сеть торговых точек по Казахстану в общем-то это возможность на сегодняшний день для меня это возможность совмещать в будущем конечно я планирую совсем по-другому для меня сейчас приоритете бизнесатами стоит но так как у меня сама работа связана с перемещением я езжу по городам и конечно я не могу упустить возможность рассказать людям об этом я если еду в поезде рассказываю своим попутчикам об этом это у меня всегда под рукой кофе пробники зубной пасты зубной щетки может быть там лежать витамин С именно в таком доступном месте чтобы я имела возможность человеку сразу вручить что-то рассказать вот буквально недавно возвращаясь с Астаны я познакомилась с двумя людьми одного человека я уже зарегистрировала началось с того что просто угостил его кофе вы хотите кофе попробовал наши кофе ему понравилось а потом мы стали разговаривать и человек дал мне данные с другой женщиной я тоже ей дала пробники но еще мы с ней не связывались хотя она очень заинтересовалась я очень долго ей рассказывала об Атоме и она говорила надо вообще посмотреть вот эту продукцию нужно зайти на сайт потому что человек это заботиться о своем здоровье и у него есть проблемы у этой женщины проблемы по здоровью то есть я всегда ищу возможность каждым человеком по возможности поговорить сделать предложение и вот вот эти поездки они помогают мне еще находить новых партнеров или новых потребителей это не значит что все бросаете и начинаете ездить во всем Казахстан у каждого свои еще раз такие возможности но я для меня это честно говоря очень помогает то есть помогает да поездки конечно очень помогает в бизнесе так Наталья пишет спасибо Елена интересно что смотивировало Эдуарда а вот вопрос Наталья что интересно что смотивировало Эдуарда так загореться потом маркетинг план он долго изучал маркетинг план он очень много слушал выступления Владимира и Минки Хигай вы знаете на тот момент я не знала чем он занимается он практически целыми днями лежал с телефоном в руках и наушником в ушах и меня это очень сильно раздражало тут вы знаете ну что ты опять лежишь ну вот человек ну как любую женщину наверное не женщина меня поймет когда муж лежит без дела на диване да эту женщину жену очень раздражает меня это раздражало оказывается в то время он изучал именно маркетинг план и когда к нему пришло сознание он пришел ко мне однажды слушай говорит этим надо заняться да это вообще ну это просто бомба именно возможность я вот на самом деле человек который не умеет продавать для меня почему еще в бизнесе атоме да очень важно что здесь не надо продавать что мы не занимаемся продажей когда предлагаю человеку какой-то продукт а у меня есть небольшой опыт работы в одной из сетевых известных сетевых компаний ну правда это было почти 20 лет назад и там надо было каждый месяц продавать на определенное количество ну баллов там на определенную сумму для меня это было практически вообще невозможным я пыталась я не представляю себя что я положу в авоську продукцию компании пойду по там каким-то офисам или там каким-то ну я не знаю какие-то места и буду людям просто тупо предлагать я когда вот даже вот рядом с нашим домом я иду по улице и чаще часто очень вижу представителей фаберлик там ну не буду их назвать другие компании которые вот стойки поставят и стоят и продают свою продукцию и прямо вот на улице они стоят любую погоду и так далее этим занимаются потому что это такой маркетинг для меня это очень важно и поэтому я еще и согласилась этим бизнесом в итоге заниматься здесь не то что мне не нужно это продавать и вот этот сам маркетинг он очень сильно зацепил будем так говорить моего супруга но и честно откровенно говоря его впечатлил результат на тот момент Владимир то что вот он он пришел и говорит молодая семейная пара ничего такого прямо это да будем так обычные люди они достигли такого высокого ранга такого высокого уровня дохода и за такой достаточно короткий срок его нас это очень сильно стимулировало поэтому Мика мы за вами там то есть для нас вы как путеводная звезда для нас вы пример мы понимаем что если прилагать все усилия можно также двигаться достаточно быстро и достигать успеха в компании нашей компании именно благодаря нашему маркетингу спасибо большое Елена очень приятные слова это вам большая благодарность кто еще не в Атоме вступайте в команду Елены Эдуардов это мощная команда которая вас научит которая ездит по городам проводит семинары да я говорю своим партнерам пожалуйста подключайтесь я всегда приеду я всегда помогу я готова двигаться там собирать семинары и читать маркетинг план делиться информацией не без гордости скажу что не каждый спонсор готов на такие передвижения я готова поэтому приглашаю согласна Эгири Мусина просит слово давайте дадим микрофон добрый вечер всем добрый вечер добрый вечер Эгири я рада видеть спасибо за эту встречу да и вообще спасибо за Атоми потому что у нас столько родных людей появилось и с Леной мы например познакомились впервые когда были спикерами на семинаре бриллиант и потом мы увиделись на тренинге у Стеллы там очень подрушились и пара Эдуарда и Елены была самая такая знаете это была искра этого семинара спасибо Эгири я очень восхищаюсь я очень сама вот сейчас слушаю вас и сама еще больше мотивируюсь и хочу всем сказать кто не пришел сегодня на нашу встречу они очень много потеряли потому что вы сказали столько важных моментов которые я думаю у каждого человека сейчас кто слушает кто еще сомневается они зажгли и спасибо за эту мотивацию пусть как можно больше людей проснется вовремя начнет заниматься Атоми совершенно серьезно и пусть это перерастет в дело жизни у каждого спасибо большое вечер обалденный я пришла на эту встречу с таким знаете жутким состоянием какая-то была головная боль и я думала ну все сейчас пойду спать боль состояние супер головной боли нету хочется работать хочется дальше общаться с партнерами обзванивать людей поэтому Лена спасибо огромное вы вы не просто шикарно выглядите вы на самом деле шикарная женщина успехов вам чтобы вы скорее стали империал мастерами спасибо вместе будем там обязательно огромное спасибо за такие теплые слова потому что эгерин для меня тоже ну вот просто я ее еще год назад слушала очень многому училась я очень благодарна что мы лично сейчас знакомы и делимся друг с другом информацией спасибо большое спасибо эгерин у нас впервые что человек решил выступить голосом вот так поделиться своими эмоциями это классно да вот такие эмоции вы вызываете Елена только восхищение радости да головная боль проходит терапевтический такой голос и при том что эгерин вы с эгерин в параллельных структурах вы знаете это именно командная игра даже здесь находясь параллельных структурах мы не являемся соперниками друг друга да мы на самом деле партнеры и мы рады помогать друг другу буквально совсем недавно я попала на зум который был организован в структуре эгерин я столько информации интересной для себя подчеркнула я ей тоже очень благодарна вы знаете наверное только в атоме это может быть так что вот люди которые не заинтересованы в общем то да друг в друге они при этом мы готовы друг другу помогать это очень круто это очень классно я благодарна нашей компании за такой маркетинг спасибо большое вижу еще вопрос от Натальи Овшар из Турции Елена можно узнать как вы работаете со спящими красотками ну так же наверное как и все у нас тоже есть свои группы мы всегда стараемся выкладывать туда информацию да я стараюсь сама записывать посты именно стараюсь все таки записать чтобы меня было видно поделиться своим результатом показать продукцию и потом вот например выкладывая либо в YouTube либо в Instagram чаще всего и туда и выкладывая в свою группу и вы знаете у меня есть люди которые они оказывается вот молчали сидели и вот только слушали смотрели смотрели мне иногда порой кажется даже ну ну не смотрят оказывается люди смотрят пусть не все но каждый найдет тот продукт который ему интересен и все равно они просыпаются если человек не просыпается я еще стараюсь с ним встречу приглашаю либо офис либо приглашаю на мастер-класс да там всячески стараюсь все таки сделать какое-то предложение я не могу сказать что это всегда работает на сто процентов но если вы будете это делать регулярно то все равно человек он как-то откликнется стараемся найти для определенного человека то именно ту нишу которая ему интересна если человека совсем не интересует здоровье интересует красота а вы будете ему говорить об адов например витамин он тоже не загорится но наша цель найти для каждого партнера то что ему интересно ну и потом тоже наш сам результат почему мы стараемся побыстрее достичь успеха чтобы являться тем же именно стимулом для своих партнеров и знаете в некоторых моментах с некоторыми партнерами это тоже получается они смотрят у них получается а почему бы я и нет бывают партнеры которые через почти год они начинают просыпаться и занимаются этим бизнесом значит это работает каждому партнеру каждому партнеру это супер эфир супер вообще выступление ну Лена является непосредственным с Эдуардом моим спонсором и вы знаете я Эдуарда я знаю очень давно а Лену я вообще знаю прям не знаю даже сколько давно потому что не говори сколько почти всю жизнь потому что мы с третьего класса мы с ней вместе и мы дружим с пятого класса то есть мы всю жизнь знаем друг друга и именно она пригласила меня в эту компанию в этот бизнес вы знаете за целый вот этот год который они они сейчас в Атоме я чуть меньше меня восхищает вот эта трудоспособность Лены потому что вот она не покладая рук да вот не устает вот я иногда даже прям удивляюсь сама все время ты не устала ты не устала то есть это локомотив который на всех тянет вот на самом деле вот в прямом смысле этого слова тянет нас за собой и их достижения на самом деле для многих для меня в частности это определенный пример который на которых хочется равняться да то есть вот поэтому все те уровни все те ранги звания которые сейчас они достигли это на самом деле результат такого кропотливого каждодневного ежедневного труда и я думаю что они на этом на самом деле не остановятся будут идти дальше локомотивом будут тянуть нас за собой потому что успех неизбежен поэтому хочу поблагодарить да это семейную пару за то что они не прошли мимо за то что они дали нам тоже такое предложение и мы в свое время воспользовались этим предложением ну и вообще в принципе как друзья как семейные друзья семьи будем так что мы дружим с семьями я хочу сказать огромную благодарность спасибо за то что вы есть в нашей жизни и пользуясь случаем хотела бы конечно поблагодарить всех высшестоящих спонсоров и Мика вас Владимир обязательно я слушаю все тренинги я стараюсь быть на обучении цели отдельную благодарность потому что на самом деле как психолог это человек большой буквы ну и всем хочу пожелать достижения всех целей поднятие наверное на ступеньки выше ну и не опускать руки самое главное Лена правильно сказала не надо лениться потому что мы находимся в зоне комфорта иногда мы позволяем себе кое-что но я думаю что все-все-все у нас обязательно получится все будет хорошо спасибо вам огромное за этот эфир потому что меня прям он сегодня вау он меня вдохновил спасибо большое огромное спасибо Вика на самом деле за теплые слова я помню я болела ковидом очень тяжело мне было и я вот буквально лежа и под ухо положила телефон так как Эдуард просил ну ты когда поговоришь с Викой ну что когда она даст согласие на регистрацию ну давай ну что там и вот в таком состоянии я помню звоню к Вихе и говорит ну ты что ты там думаешь да тут такая возможность сама еле лежу состояние ужасное да и а Виктория тогда подожди ты подожди я вот все это и в общем ну она дала согласие я очень ей благодарна потому что это один из мастеров продаж моей команды благодаря тоже ее успеху мы вышли на ранг бриллиантов мастера и то что она идет за нами и поддерживает нас всегда очень активно очень активно работает ее команда большое спасибо тебе Вика за это огромное успех нам гарантирован это точно я сейчас смотрю у Виктории на фоне витамин С спирулина атомианка настоящая супер и вообще классно спасибо Виктория большое за поддержку своего Виктория ведет 6 человек с Казаларды на семинар в Чимкент вы понимаете это тоже не в Чимкенте но так как нету в Казаларде они собрались купили билеты и едут туда и мы встречаемся в эту субботу там я очень благодарна всей команде команда у вас шикарная и давайте сделаем за традицией да пусть на последующих семинарах почему о томе мы будем вот так тоже давать микрофон желающим отличная поддержка для спикера спасибо всем кто поддерживает и в чате Талия благодарит вас за ответ Андрей Хан пишет появились маски на сайте и хорошие новости сразу точно сегодня день хороших новостей спасибо Елена за профессионализм вы говорите что спасибо нам за команду мы говорим спасибо вам с Эдуардом что вы в нашей команде вы нашу команду очень сильно усилили обогатили своим опытом и мы учимся у вас поэтому почаще выступайте будем приходить на эфиры спасибо что вы везде участвуете спасибо за вашу активность да Эдуарду горячий привет пламенный и Виктория Пак тоже хочет сказать да добрый вечер добрый вечер очень было интересно слушать об истории Елены ну Елена знаете вы для меня как я вас помню наше первое знакомство когда мы помните за столом встретились в первый раз и вы для меня знаете такая как хорошая добрая мама которая я помню тот момент когда я расплакалась у вас на плече и у меня так я запомнила надолго этот момент я желаю вам с Эдуардом идти всегда вместе друг друга поддерживать я прям удивилась как он использовал все уроки Стелла на вас так что я взяла на заметку я желаю вам огромного роста успехов вы прям вот с Ритой вас сидим слушаем и Рита говорит тут что женщина огонь как вы рассказываете вкусно про то с чего начался ваш путь я желаю вам успехов процветания вчера Эдуард заикнулся что вам было легко выходить на мастеров так что авто бриллианты это цель на сегодняшний день спасибо спасибо Вика спасибо на самом деле я очень рада что вы в нашей команде что вы одни из ключевых партнеров рада что вы все время на связи все время мы вместе поддерживаем связь за то что у нас такая синергия семья мне очень вас не хватает когда вы редко появляетесь в офисе потому что где-то ездите но слава Богу в этот раз мы с вами будем в Чемкенте да в одном городе да так что всех ждем у кого есть партнеры зовите и мы будем в Чемкенте субботу воскресенье так что можем встретиться поговорить вкусно рассказать о продукте Благодарю Вика за добрые слова на самом деле сама Виктория для нас тоже пример это вот пчелка такая трудоголик и вот всегда готова прийти на помощь огромное спасибо вообще с Викой мы первые встретились на фотосессии которую организовал Владимир с Микой я даже не пойму почему нас туда пригласили хотя мы даже не были тогда мастерами продаж я помню когда мы с Викой познакомились я спросила а в каком вы ранге она сказала я автосейлс мастер и я тогда посмотрела на Эдуарда и подумала что-то такого ранга я не знаю я не стала ничего переспрашивать вроде думаю все ранги знаю но такого ранга я не знаю думаю я наверное неправильно а теперь во-первых весь этот год для нас это было целью стать автомастерами мы это достигли я понимаю что значило тогда что означало ответ Вики на мой вопрос спасибо большое это тогда это была замануха спасибо Виктория лучших успехов пусть все у вас получается команда только растет растет глобально и последнее пожелание хотелось бы от вас услышать напоследок для всех партнеров всем партнерам во-первых вы знаете тот кто сюда попал и вообще на этот эфир кто еще не решился я думаю что просто примите решение а всем кто входит команда Арман вы в ней уже это знаете это половина успеха просто можно двигаться просто можно повторять те действия которые делает ваш спонсор делайте как ваш спонсор и вы будете успешны так же как ваш спонсор для нас всегда является примером это она это Владимир с Микой это Стелла это наша Виктория на самом деле это вот я знаю что если они это делают значит мы должны это делать если они говорят что это работает значит это тоже работает просто нужно верить верить трудиться и знаете должна быть вера во-первых всегда то есть когда человек верит это ему она ему помогает всегда необходимо запасаться временем бывает человек вот я столько-то столько-то делал а у меня еще не получилось и значит это не работает нет обязательно запасайтесь временем и всегда запасайтесь терпением когда вас не хватает терпения человек просто не доходит до своей цели на полпути а может быть уже здесь за поворотом ваш ключевой партнер тот который просто будет двигать вас вперед такой будет активно да может быть вы находите шаги от него а у вас лопнуло терпение вы остановились на пол шага вы просто и даже не узнаете о том работает это или нет я вот желаю чтобы у каждого у вас было в достаточном количестве терпения в достаточном количестве время и достаточном количестве вера всем желаю успеха и удачи спасибо спасибо большое Елена и ровно одна минута осталась до конца мы заканчиваем и до следующего четверга успехов всем партнерам от вами до свидания всем пока